Здравствуйте, Родж. Вы известный ресторатор в Москве. Расскажите, пожалуйста, как Вы решили заняться, и почему Вы решили заняться ресторанным бизнесом? Не знаю, это можно сказать хобби, я бы сказал, но я начал поваром 2-го разряда в Баку, работал там 3-й, 4-й, 5-й, дошел до 6-го разряда, мастер-повар, получил мастер-завод на руках. И довольно в очень известном ресторане я работал в Баку, который называется «Дюлестан», в котором был всегда госприем Мидера Алиевича, всех чиновников, которые приезжали из ЦКП, из Москвы, всех костей, которые мы обслуживали. Потом я перешел в ресторан, называется «Джедэш», по-русски «Скачка», до 95-го года. Вот в 95-м году меня пригласили в Москву в качестве шеф-повара. Я приехал и 14 лет здесь со своей судьбой и со своей профессией здесь начинал шеф-поваром, работал там до 99-го года, а потом предложили мне вот здесь вот это заведение. В 99-м я пришел, взял вот это заведение в аренду и начал там свою деятельность в качестве хозяина. Скажите, а вот рестораны в Баку, они отличаются как-то от ресторанов в Москве? Нет, здесь же мы поставили свою кухню основную. Здесь идет кухня азербайджанская и плюс добавили для местных населения, европейской и русской кухни. Кое-чего добавили. Ну, мало, чтобы там не было вся. То, что отличается чем, допустим, есть кое-какие блюда, которые мы делаем там в Баку по-другому, а здесь совсем по-другому. Допустим, вот у нас есть суп питы, который варится в горшках. У нас там где-то мясо грудинка барайна, которая жирная часть, и туда добавляется курдышу, сало. А она настолько получается жирнее, как блюдо сама, а мы его здесь не добавляем. Здесь мы чисто добавляем мясо и без курдыша, потому что блюдо здесь такое блюдо не может есть. Кое-какие переправы есть, мы добавляем, и здесь некоторые не приезжаются. Расскажите о клиентах. Какие клиенты к вам чаще всего заходят? Ну, клиенты, скажем, это гости, во-первых. Гости наши. Переходят разные есть. Основных мест, населения очень много, которые нас в ключу переходят. Даже они мне на жизнь говорят, дайте мне дармон, дайте мне кутабы. Шашлыки это ясно, говорят, знаете, что это Кавказ, это там, ну, там все делают шашлыки на голове. Есть у нас специальные блюда, которые, это только мы делаем, местные населения, их они, наоборот, приходят из писания, я хочу дармон, или шутки ты. Они все же назвали, даже не им смотрят. А вот, а самые гости, здесь довольно-таки известные люди, были и ходят. Вот, фотографии, вот, Борис Хмельницкий, которым в день два раза заходил, смотрим, вон на обед, обед, чем на ужин. Ну, он здесь жил рядом, или? Ну, он жил недалеко, на Олимпийском проспете здесь, да, недалеко. Ну, ему понравилось, он всех, в Дом кино, в Дом кино, в Новосибирском, в Дом кино, всех, которые там туда ходили, в этот ресторан, он, почти всех они перетащили сюда. Всех артистов там, очень много. Братья Познава, которые знают, и часто бывают здесь. Потом, Ирина Шевчук, понимаете, такой артист? Вот, Азорь здесь тихо, вот, она играет, там. Ирина Шевчук приходит. По поле Игорь Чиев, ходил сюда, почти каждый день, последний. Три года до смерти, он каждый день ходил сюда. Расскажите про арене, я вот, например, не слышал, что есть арене, а, как, как его, а, из баклажанов? Да. Это очень тяжело делать, я вам скажу, потому что, сначала его солят, потом его ставят на доску, там, вот, размножить, все. Естественно, надо мелкой, вот, такого размера, небольшая дожанка. И сверху тяжелое что-то ставить, там, доска, и сверху камень. Вот, вот, он пропускает свою, вот, эту, горькость. Это, он же, баклажан сам такой, вот, горько, такой, вот, сам. Вот этот, день-два держите его, потом один раз его варить, лег, слегка. Воду смывает, воду смывает, еще раз варить, два раза его чепетят, слегка. Ну, он начинает с, там, с сахарным песком, там, варить. А вы делаете варенье в ресторане сами или нет? Здесь делаю, а, все равно, там, в ресторане, я его, нормальный, гаркий. Вот этот, подсезон, да, вот, когда ваш выходит. Сколько времени это занимает, вот, это варенье? Каждый варенье, где, 8 часов времени занимает. Потому что, там, его не один раз варишь, а один раз сварил. Снимаешь, она, немножко, стоит, немножко, ссок сует. Понимаешь, там, через 20 еще раз ставишь. Каждый через 20 его набирают, что вот этот песок, там, она не сахарится, просто, он впитывается. Как много сейчас в Москве ресторанов, кавказского типа, азербайджанских ресторанов? Ну, я скажу, что наша азербайджанская кухня взяться, это лицо, которое не азербайджанцы, а впервые. По всеми составляют больше, больше 500 ресторанов в Москве сейчас. Скажите, пожалуйста, какие чаще всего заказывают блюда? Чаще заказывают, да. Есть вот суп пяти, суп, который в горшках варится. Потом дюшпаря, который вот мы делаем пельмени, какие, пельмешки, они очень маленькие. Одну ложку, 14-15 штук помешается. Хингарь наши нормальные, расстреливанные. Потом кутабы у нас, мы делаем разные кутабы, это типа чубереки, там, мы их жарим на плиту. Вот, там, с мясом, с зеленью, с сыром, с тыквой, вот такие вот делаем, да. Разнообразие, да, вот такие кутабы делаем. У нас долма очень хорошо идет, в виноградных листьях, и мы делаем долма овощная, типа, ну, сезонная. Большой паклажан, перец, помидоры. Все были всегда довольны, шли довольны, всегда. Мы старались делать так, чтобы наши гости переходили вторичем, третий раз, четвертый раз, с одним днем мы не живем.